Затраты на тепло и электроснабжение составляют значительную часть бюджета образовательных учреждений. И эта сумма с недавних пор еще выросла из-за повышения тарифов. В Бескольской школе-колледже смогли найти решение, как сэкономить. Здесь установили автономную котельную. До того, как мы установили печь на ЩП, затраты на отопление выходили примерно 13 миллионов тенге. И сейчас с установкой этой печи мы смогли снизить эти затраты практически наполовину. Сейчас мы отапливаем один из корпусов школы полностью этой печью. Вторая часть у нас находится на центральном отоплении. Решение принималось учредителями. Наш учредитель Туарадуга. Исходя из того, что такая же котельная используется учредителем на своей производственной территории. И огромную территорию отапливает такая печь. То есть опыт по использованию был уже. Приобрели такую котельную весной прошлого года. Новое оборудование обошлось в 92 миллиона тенге. Основную часть этих средств, 73 миллиона тенге, взяли в кредит. А также компания воспользовалась программой «Устойчивые города для низкоуглеродного развития». По этой программе Организация Объединенных Наций просубсидировала 40% основного долга. То есть было применено три инструмента поддержки. Первый – это субсидирование основного долга. Ввиду недостаточности залогового обеспечения, компания получила гарантию фонда ДОМУ. И после исполнения своих обязательств ПРООНом, Организации Объединенных Наций, компания обратилась за снижением процентной ставки за субсидиями. И конечная ставка для предпринимателя составила 7,25. При этом фонд ДОМУ оплачивает 13,75%. Работает котельная в автономном режиме. За ней нужно лишь присматривать время от времени. Что касается экологии, проводились исследования. Вредных выбросов эта котельная в атмосферу не несет. Так что и эмиссию учреждение не оплачивает. На выходе остается лишь древесная зола, рассказывает оператор котельной. Два ведерка за сутки. Режим нагрузки сейчас идет. Все, он работает в автоматическом режиме полностью. Вот сейчас он доберет температуру где-то градусов 75 и отключится, уйдет в сон. Остынет и опять включается. Периодически посматриваем, потому что может быть там крупная щепка попаться. Щепы заказывают из Соколовки. Хранят вот в таком бункере. Оттуда щепа автоматически подается в печь. Мощность этой котельной 300 кВт в час. Температуру устанавливают минимум 55 градусов в обычные дни и до 72 градусов в морозные. На момент съемок была как раз такая погода. По ощущениям в школе комфортно. Дети сидят в легких кофточках, кто-то даже в футболках. Считаю, что у нас в классе тепло, уютно и хорошая температура. В школе у нас всегда теплая температура. И холодно никогда не бывает. Мы бегаем, играем. У нас же там шахматы есть. Можем в шахматы играть с одноклассниками. На уроке сидится хорошо. Никогда не бывает холодно. Мы на перемене бегаем, прыгаем, играем в догонялки. Всего в школе на сегодня обучаются порядка 940 детей. В колледже более 80 студентов, а трудится более 160 педагогов. Диана Салихова, Шерния Сыманов, МТРК.